Здравствуйте! В прошлом видео мы снимали как можно из платья, которое уже не носим и не используем, сделать красивый детский сарафан. Также сделали вот такого кота, аппликация, которая будет нашиваться на переднюю часть сарафана. Сарафан состоит из двух тканей, из трикотажа и буклированного трикотажа. Это тоже такой трикотаж, но он буклированный. По низу необходимо сделать шов. Сейчас мы с него будем начинать и затем пришивать к верхней части. Только потом нашивается кот. Кот будет нашиваться таким образом, чтобы шов не был виден. По задней половинке она будет из двух частей состоять и точно так же внизу пришиваться дополнительно другая ткань. Поэтому точно так же соединяем, стачаем сейчас вверх и вниз. Потом стачаем нашу спинку таким образом, чтобы швы соединялись. После того, как стачали срезы, будем их раскладывать в разутюжку. Но разутюживать я их буду после того, как соединю вверх с низом. Намечаем центр. Соединяем шов с центром. Когда будете вкалывать булавки, то вкалывайте, чтобы они шли вот таким вот образом. Не наоборот, острием не в сторону, иначе вы будете колоться. И булавочками дальше скалываем изделие. После чего стачаем. Когда начинаем шить на машинке и доходим до булавочек, я булавочки предпочитаю убирать, для того, чтобы не тупилась игла. В принципе, игла проходит и на булавочках. Давайте посмотрим, каким образом. Но я предпочитаю их все-таки снимать. Видите, и булавочка прошла, ничего не произошло. Но когда слегка игла касается, она соскакивает, я думаю, что в этот момент она все-таки немножко тупится. Поэтому лучше снимать. Утюжить буду трикотаж таким образом. Сначала беру и утюжу сам шов. Через клопчатобумажную ткань я ее намочила вначале. Теперь шов должен смотреть наверх. Заутюживаем. Ни в коем случае не растягивая. Потому что потянется и будет смотреться некрасиво. Вот так вот прижимая. Теперь делаю то же самое с лицевой стороны. И только после этого сшиваю спинку по центру нашей спинки. Буду теперь сточать. Сточать я буду, оставляя для возможности, чтобы было удобно ребенку одевать на горлышко, то есть оставлять буду сантиметров 8. И до самого низа. По спинке очень важно соединить швы, чтобы они были у нас правильно сходились. Чтобы не было перекоса вот такого. Складываем ровно. Соединяем булавочкой. Можно после этого даже прометать именно эту часть. Убрать булавочку и посмотреть все ли у нас сходится. Все ли у нас получилось. И после этого делать уже шов. Смотрим, что у нас получилось. И теперь можно нижний шов в разутюжечку разглаживать. Переходим к передней половинке. И теперь не сшивая переднюю и заднюю половинку, нам необходимо пришить аппликацию. Аппликацию буду закреплять булавками, разложив на передней части. Вот таким вот образом, чтобы не сдвигался наш код. А затем буду простой строчкой его нашивать. Пройдя булавками по всей аппликации, начинаем пришивать. Пришиваем по контуру. Давайте попробуем приблизить, чтобы вам было видно. Вот обработана часть. И пришивать будем по ниткам. Вот таким вот образом. Если вы будете пришивать еще по нашим усикам, то здесь тоже нужно делать повороты, идя по усам. И обязательно пройду еще в этой части. После того, как я прошла по внутреннему контуру, наш наружный контур, он остался не прошитым. И если бы я его поворачивала, выглядывал бы белый флизелин. Поэтому я поменяла нитки в машинке, поставила шелковую нить сверху внизу, оставила не заменяя обычную нитку. И прошла мелким зигзагом по всему контуру. Таким образом у меня все прошито получилось. По краям проклеила лентой флизелиновой. Флизелиновую ленту приклеила по плечевым срезам. Точно так же, чтобы не растягивалась. Теперь работа с горловиной. Для того, чтобы горловина наша не отвисала, а красиво прилегала, необходимо сделать шов. Я сделала его, наверное, на расстоянии 3-4 мм от края. И немножко затянула нитку. Теперь нужно разутюжить, чтобы у нас ничего не топорщилось. Точно так же и по горловине переда немножко подтяну и затем разутюжу. После того, как подтянули, разутюжили, можно делать подкрайную обтачку. Откраиваем подкрайную обтачку. Прикладываем ткань изнанка к изнанке, либо лицо к лицу. Обводим по контуру. Когда вы подкройте обтачку на все свои срезы, это на срезы горловины, и я здесь обрабатываю точно так же срезы и проймы, необходимо разложить все обтачки и проклеить флизелином. Флизелин я беру клеевой и накладывать буду на изнаночную сторону клеевой стороной. Раскладываем так, чтобы у нас флизелин обрезался минимально. После того, как мы приклеили, вырезали, я еще раз хочу приклеить. Сейчас я сбрызгну и еще раз хочу пройти утюгом, чтобы лучше приклеился флизелин. Потом я нашу обтачку, оставлю, чтобы она остывала. После того, как она остынет, я начну с ней работать, так лучше схватится клей. Теперь необходимо осточать плечевые срезы. Разутюживаем. Швов в разутюжку плечевых швов. Теперь работаем с обтачкой. Находим контрольные точки. Складываем. Срез плечевой к плечевому. Находим центр переда. Сравниваем, чтобы по спинке горловинка у нас совпадала. Затем берем обтачку. Находим центр. Прикладываем центр к центру. Скалываем. Проделываем для того, чтобы определить точно, как нам пришить плечевой срез, который будет на обтачке. Вот таким вот образом проходим и намечаем линия шва. Точно так же здесь делаем. И теперь берем обтачку по спинке и соединяем плечевой срез к плечевому с одной и с другой стороны. Прошиваем. Разутюживаем. Когда я ее шила, я убираю булавочку, ставлю ее на место, на контрольную точку. Делаю это для того, чтобы мне удобно, вот у меня метка осталась, удобно было разутюжить. Помимо того, что я сейчас разутюжу, я еще обработаю срезы оверлаком. И вот такие вот участки у нас, видите, вот выходят уголочки, которые мы тоже должны подровнять и срезать. То же самое проделаем с обтачкой проймы. Сточаем в районе плечевых срезов. Одну и вторую сторону. Сзади по линии нашей горловины есть разрез и будет петелка. Для того, чтобы пришить петелку, находим линию сгиба, прикладываем вот таким вот образом, не до самого края, потому что здесь мы будем пришивать обтачкой. И теперь я хочу сейчас приметать, сделать пару стежков, чтобы она никуда у нас не сдвигалась. И затем начну пришивать подклеенную обтачку. Теперь распределяем обтачку по горловинке. Распределяем таким образом, чтобы булавочки с нашими более острыми концами уходили вовнутрь. По спинке, когда мы дойдем до линии сгиба, вот у нас, видите, заутюжена, то будем пришивать вот таким вот образом. Вот так. И пошли дальше. И точно так же заканчивать. И когда мы вывернем, мы получим правильный результат. Так, вот идет наш сгиб заутюженный. Значит, вот здесь у нас и должна проходить строчка. и затем в круговую. И точно так же мы выходим. Зашиваем до этого места с другой стороны. Вот так вот получилась горловинка. Лишнее, если есть, срезаем подклеенную обтачку. И делаем обязательно надсечки по горловине. Но надсечки делаем таким образом, чтобы нитку, которую мы шили, не разрезать. И проходим в круговую. Потом будем выворачивать. И то, что мы получаем. Давайте сейчас посмотрим, чтобы было понятно. Вот. Теперь обтачку прошиваем. Прошиваем вот таким вот образом. Вот наша обтачка. Мы ее поворачиваем. Срез у нас смотрит в эту сторону. И проходим по самому-самому краю. Обращайте внимание, чтобы срез у вас был завернут правильно. Таким образом обтачка хорошо вывернется и не будет вылазить наружу. Начинаем прошивать максимально близко к самому-самому, к среднему срезу. Теперь заутюживаем подкрайную обтачку на изнаночную сторону. и начинаем сшивать потом только боковые срезы. Так намного удобнее работать с горловиной. Сточать нужно боковые срезы. Боковой срез вот я один уже сделала. Разутюжить. Разутюжку сделать. Обязательно когда будем шивать если у вас будет тоже две ткани нужно совмещать швы и ткани чтобы шло ровненько. Затем я взяла подкрайную обтачку для нашей проймы. Закрыла ее вот так вот. И теперь буду размещать по пройме с лицевой стороны срез к срезу вот наш плечевой срез вот боковой срез и в круговую буду пришивать. После того как пришили подкрайную обтачку по пройме точно так же вот у нас срез идет и мы поворачиваем подкрайную обтачку и в круговую прошиваем. Вот так вот получается подкрайная обтачка ее нужно заутюжить обязательно и я буду вручную ее прошивать. По линии плеча у меня будет идти нахлест. Здесь вот так вот и я вручную аккуратно буду все подшивать. Пришивать здесь пуговицу естественно будем. Осталось нам обработать низ изделия я его сейчас прометала и буду делать отделочную строчку понизу и сарафан будет готов. Все законченная работа сарафан готов пуговичка пришита она у нас плоская и находится внутри здесь просто идет вот такой сарафан чик на этом все надеюсь видео было полезным для вас ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал на мой